Братья-месяцы Иоанне чтут память святых Галактиона, жившего в Финикии в городе Эмиси, III век, и Ионы, в мире Иоанн, был архиепископом в Великом Новгороде, жил в конце XIV-XV веках. Было время, когда на Галактиона добрые молодцы первыми в деревнях поднимались и с утра пораньше, принарядившись, выходили на улицы. Столь ранняя прогулка человеку непосвященному могла показаться бессмысленным хождением, а между тем парни в этот день на улицах суженую ряженую присматривали, для чего прекрасным ориентиром служили им мелкие монетки, булавки, иголочки, разбросанные вокруг крылечек некоторых деревенских домов. Ведь не кто-нибудь, а мечтающие о замужестве девушки их в ночь на Галактиона раскидывали, давая таким образом понять, что готовы с девичеством своим расстаться, вступив в семейный союз с человеком достойным. Также 18 ноября девушки обращались к святому Иону о неспослании им хороших женихов. Существовало поверье, что в этот день по белу свету катится чье-то счастье, как кольцо обручальное, и разбрасывая рано утром у дома поделки, сделанные своими руками, и монетки, девушки тем самым приманивали это счастье. Согласно еще одного обычая, рано утром девицам надо было выпить стакан теплого молока с медом, которое заговаривалось на счастливую любовь и удачное замужество. День Галактиона относится к числу тех, когда принято было гадать о суженных, а желающим привлечь к себе чье-то сердце необходимо обращаться к тому же святому. В Вятской губернии на Галактиона существовал такой способ привлечения женихов. Девушки незаметно от всех веником вметают сорт с улицы в избу и заметают его в передний угол, где никто не увидит, приговаривая, «Гоню я в избу свою, молодцов, не воров, приезжайте ко мне, женихи, из чужих дворов!» К слову сказать, веник считался хорошим оберегом. Защитные способности веника связывались с его функцией убирать мусор, то есть очищать дом от всего ненужного и вредного. Чтобы отогнать нечистых духов, веник ручкой вниз ставили перед входом во двор, дом или хлев. Существовал обычай обходить дом, размахивая веником и читая особый обережный заговор. Человеку с дурным глазом веник обычно бросали вслед, чтобы отмести от себя все дурное. И вот еще. В этот день в самых-самых южных регионах России заканчивалась уборка редьки. Овощ этот появлялся на столах у крестьян постоянно. С редькой любили квасить капусту. Подавали просто тонко нарезанную, политую растительным маслом и посыпанную луком. Благодаря фитонцидам, содержащимся в этом корнеплоде, простуда и инфекции, частые для этого времени года, обходили крестьянские семьи стороной. В этот день примечали. Если в день ионы падает снег, то зима будет снежной. Дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает. Дымка покрыла луну к долгому ненастью. Ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного. Все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель. А если снег идет и ложится буграми и гребнями, то будущий урожай ржи будет богатым. Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok